МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир первого Ярославского продолжает программа в тему. Меня зовут Дарья Соболева. О подготовке к летней детской оздоровительной кампании. Мы поговорим сегодня с нашим гостем. Начальником управления по социальной и демографической политике правительства Ярославской области Мариной Башмашниковой. Марина Валерьевна, здравствуйте. В прошлом году пандемия внесла свои коррективы. Будут ли работать оздоровительные лагеря в этом году и в каком режиме? Действительно, в прошлом году пандемия внесла свои изменения. Но лагеря Ярославской области работали. Они работали, конечно, не все. Они работали с 50-процентной загрузкой. Начали работу позже, 6 июля. И все-таки они состоялись. В текущем году ситуация в плане организации отдыха, оздоровления детей, она другая. Она другая в целом и в стране, и в том числе на территории Ярославской области. Детская оздоровительная кампания у нас с самого начала года идет, потому что прошли зимние лагеря в зимние каникулы, дневные. Прошли весенние лагеря, как дневные, так и некоторые загородные. Ну и, конечно же, мы готовимся к летней кампании. Готовимся по всем направлениям. Готовятся все типы лагерей. Сегодня в реестре 478 лагеря разных видов и разных типов. Это загородные, дневные, профильные, лагеря труда и отдыха. И вот 15 апреля на заседании оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции было принято решение о том, что возможно работа палаточных лагерей, но только в стационарном формате. Поэтому мы работать будем. Есть, конечно, некие коррективы. Если в прошлом году была 50% загрузка, в этом году это будет 75% загрузка. Но это уже больше, и, конечно же, это уже нам позволит большему количеству детей предложить отдых и оздоровление в лагерях. Скажите, а каким образом еще будет обеспечена безопасность детей? Все-таки коронавирус еще есть. Какие еще меры будут предприняты? Ну, первое, кроме того, что касается загрузки, это обязательно все сотрудники, которые будут работать в лагере, они должны будут сдать тест на коронавирус любым из действующих сегодня способов. Это первое. Второе. Не будет возможности посетительных дней для родителей, не будет возможности выхода за территорию лагеря. И для того, чтобы это прошло более оптимально и безболезненно, потому что все же сложно без возможности выйти за территорию лагеря и увидеться со своими родственниками некоторым из детей, мы дали возможность лагерям самим принимать решение об организации количества дней в смену. Это может быть как 21-дневная смена, достаточно традиционная, так и 14-дневная смена. Скажите, идет ли уже подготовка к открытию детских и здравительных лагерей? Что сейчас, чем занимаются сотрудники и на какой стадии? Если говорить о загородных лагерях, потому что эта форма достаточно востребована, и, как правило, у большинства сформировано мнение, что то, что мы называем лагерь, это, как правило, загородная форма. Безусловно, подготовка уже началась. В первую очередь, с учетом того, что лагеря у нас сезонные, большинство из них, то, соответственно, простояв зиму, они требуют больших вложений. Сегодня в областном бюджете предусмотрены средства. Это более 23 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы загородных организаций отдыха, здравления, государственной и муниципальной собственности. Поэтому идут ремонтные работы, закупается необходимое оборудование, которое уже устарело и пришло в негодность. Безусловно, закупаются те, наверное, средства и, может быть, те дополнительные какие-то вещи, которые необходимы, в том числе и за соблюдением профилактики коронавирусной инфекции. Спасибо. Скажите, а кто может рассчитывать на льготную путевку в лагерь? На льготную путевку в загородный лагерь может рассчитывать любой родитель или законный представитель ребенка. У нас есть три направления поддержки. Первое – это в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это в том числе и дети из малообеспеченных семей. Это дети с инвалидностью. Это дети, имеющие... Это дети-сироты. В данной ситуации здесь полностью бюджет оплачивает путевку с учетом социальной стоимости путевки, которая составляет 14 780 рублей. Первое. Второе – это компенсация или частичная оплата, которая зависит от дохода семьи. Если ежемесячный средний совокупный доход на одного члена семьи не превышает 19 188 рублей, то компенсация составит 50% от этой социальной стоимости путевки, то есть 7 390 рублей. Во всех остальных случаях компенсация или частичная оплата – 2000 рублей. Скажите, а вообще много детей в нашей области посещают детские лагеря или чаще родители пренебрегают? – Достаточно много. И последнее время я бы сказала, что, наверное, спрос возрастает. Это, наверное, связано в том числе и с разнообразием программ, которые предлагаются, и, если можно так сказать, с определенным в том числе и доверием к этому типу организаций, которые формируются. Дети, съездив один раз, как правило, на следующий год также просят у родителей отправить их в лагерь, какой-то иной. В среднем за детскую оздоровительную кампанию разными формами будет охвачено в текущем году более 50 тысяч детей. Это несколько меньше, чем, например, в 2019 год, но это связано как раз с 75% загрузкой. – Скажите, а бывают ли такие лагеря, например, в которые дети хотят больше всего и мест уже не остается? Может быть, какую-то очередь нужно занимать? Как, знаете, в детские сады такое вот бывает. – Вы правильный вопрос задаете. С одной стороны, мы всегда говорим о том, что у нас вместимость загородных лагерей позволяет полностью удовлетворить потребность, но, с другой стороны, действительно есть те организации, которые наиболее востребованы, которые любимы детьми. И бывают ситуации, что особенно на какие-то определенные смены путевок может быть и уже нет. – Ваш совет. Все-таки уже сейчас можно купить путевку, чтобы не откладывать на потом? Они уже продаются сейчас? – Безусловно. Уже, конечно, реализация путевок, она наступила. Она, в общем-то, и не прекращается как таковая. Как только начинается год, уже можно начинать понимать, в какой лагерь ребенок поедет. В первую очередь, родитель, конечно же, должен соотнести тот лагерь, который он выбирает, с реестром. Реестр размещен на портале органов исполнительной власти, сайта управления по социальной и демографической политике. Это позволяет увидеть, в какой период смена, увидеть, имеет ли лагерь санитарно-эпидемиологическое заключение, имеет ли лагерь иные разрешительные документы, чтобы осуществлять свою деятельность. То есть наличие лагеря в реестре с определенными позициями, которые там обозначены, это гарантия того, что лагерь получил все заключения. Это первое. И далее определена смена, определена тематика смены и, исходя из этого, родитель вместе с ребенком может выбрать тот лагерь и ту смену, которая ему наиболее интересна. Скажите, вы сказали, что есть укороченные смены, которые могут выбрать родители вместе с ребенком. Если они уже выбрали укороченную смену, допустим, приехали в лагерь, но ребенок по прошествии двух недель сказал, что хочет еще остаться в лагере. Можно ли укоротить еще, удлинить еще на недельку смену? Нет. Согласно санитарным правилам и нормам, лагерь одновременно, одномоментно заезжает и одновременно, одномоментно выезжает. То есть смена закончилась. Далее между сменами должно пройти как минимум два дня, чтобы была проведена необходимая санитарная обработка, для того, чтобы персонал прошел необходимое исследование, потому как персонал проходит исследование, в том числе на ковид, перед каждой сменой. И начинается следующая смена. Конечно, если в эту смену есть свободные путевки, тогда пожалуйста. Спасибо большое за интересную беседу. Я думаю, ребятам будет очень интересно этим летом. Мы поговорили с начальником управления по социальной и демографической политике правительства Ярославской области Мариной Башмашниковой. Это была программа «В тему». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова